И именно сложности, которые у нас возникают в связи с инстинктами, а полное их включение, полное их пробуждение, начинается в подростковом возрасте, период полового возрастления, окончательного созревания. Когда девочки становятся девушками и могут уже родить, начинается репродуктивный период, потом он закончится, когда у них будет климакс. И мальчики вступают в репродуктивный период, тогда у них все инстинкты начинают работать гораздо мощнее. Запускается вот такой мощный двигатель, я могу сказать, и двигатель, и магнит, разные аналоги, разные метафоры, которые нас ведут по жизни, которые выстраивают нашу траекторию, нашей основной части жизни. От подросткового до возраста пожилого, после климакса, когда мы уже немножко иначе, уберем начало и конец, и вот посмотрим, это основная наша жизнь. И тогда очень мощно включаются эти инстинкты. И тогда мы, кстати, имеем и самые известные возрастные кризисы. Очень сложно подростку найти себя, его очень сильно носят по этим всем инстинктам. И множество потом жизненных проблем связано с тем, что он эти инстинкты не научился правильно проявлять в культуре. Не нашел вот этот правильный компромисс, правильную форму выражения инстинктов в культуре. Вот если у человека говорить об этом совокупности инстинктов, в системно-функциональном дизайне, я называю его для специалистов, знающих психологию, либидозно-мортидным центром. Потому что там как бы два момента. Либидо – это желание иметь, сегодня мы об этом говорили, это стремление получить это в притяжении. Маркитное – это избегание, обталкивание и борьба с тем, что нас угнетает. И это как бы взаимосвязано. В любом случае, мы когда что-то получаем, мы от чего-то отказываемся. Мы в любом случае выбираем. Это хотим, а этого не хотим. С этим мужчиной хотим встречаться, а с этим не хотим. А этот автомобиль хотим, а этого не хотим. И я хотел бы, чтобы вот это вот, знаете как, слово два, вроде бы тенденции разные, даже прямо противоположные. Чтобы вы поняли и усвоили то, что да, когда мы к чему-то тянемся, мы от чего-то уходим. То есть, оно как бы, знаете, как тень. Мы можем сделать фокус, внимание перенести только на то, что мы к этому тянемся, или только на то, что мы от этого уходим. И, кстати, есть и люди, у которых как бы мышление связано только с тем, от чего они хотят уйти, а есть люди с мышлением, у которых как бы к чему они хотят прийти. И психологи, я в том числе, подтверждаю, что лучше, конечно, нужно сориентироваться на то, к чему мы хотим прийти. Потому что убегание, ну, это какое-то движение, чаще всего, как бы спиной вперед. Ну, неудобное движение. Мы пятимся проблем, да. И лучше, увидев, этого я не хочу, а вот это хочу, развернуться и пойти к тому же. А там мы быстрее дойдем и быстрее получим то, что мы хотим. И вот этот вот левидозно-маркитный центр в своих тренингах для более простого объяснения я называю «магнит благополучия и удачи». И вот мы опять выходим к теме лопань, да, магнита или компаса, который есть в китайской философии, который используется в фэншу. То есть у нас этот магнит и вот эта часть одной из положений системно-функционального дизайна, он есть внутри. Он врожденный. И мы, если бы он работал нормально, да, вот, при том он, как бы, сохранил свою полную функциональность вот в этот период, когда мы от инстинкта переходим к культуре, безошибочно приводил бы нас к тому, что мы хотели бы, да, к тому, что является нашей миссией, к тому, как он вложил в нас природа, к своей реализации и были бы счастливы, получали бы достаток, получали бы любовь и всё-всё-всё, что, в принципе, мы хотели. И вот этот феномен удачи, я хочу подчеркнуть, ну, им кажется, да, что кто-то, ну, просто родился вот эту фортуну. А я хочу сказать, что это у него хорошо работает, этот магнит. А у многих, в том числе, я могу сказать о себе, что этот магнит, он нарушен. Он, как бы, заблокирован, деструктивно как-то изменён, да, и там многое, что в результате этого «я хочу», ведёт к моему разрушению, может вести к моему разрушению. То есть, если в моём, в моей жизни, в результате моего формирования, что-то произошло, что деформировало мои вот эти инстинктивные желания, да, как бы, создало какой-то такой загиб. Ну, например, чтобы вам было понятно из практики, собственно, да, психотерапии, сильное сексуальное желание у девушки, вот она одарена этим, да, то есть у неё, как бы, этого много. Ну, а мама, сама, кстати, по её словам этой девушки, имевшая сильное сексуальное желание, и как-то в жизни оно её там подвело. Когда она у дочери это увидела, она решила это всё давить. Вот, в принципе, в результате того, что, скажем, мама это всё воспринимала крайне негативно, дочь тоже начала воспринимать крайне негативно, и у неё возникло то, в принципе, с чего началась психотерапия, да, то, что изначально, как бы, ну, лечил Фрейд. У неё появилась истерия, ну, это один из разновидностей невротических нарушений, с ипохондрическим таким компонентом. Сейчас объясню эти научные слова, да. Она жила в очень сильных эмоциях, ну, вот таких, вверх-вниз, с преобладанием низа, да, то очень, очень сильно расстраивалась. И вот, когда очень сильно расстраивалась, у неё начинались припадки, то есть, она могла терять сознание, при том, припадки, связанные, у неё было ощущение, что вот у неё сердце очень сильно болит, ну, то есть, у неё были приступы. Эти приступы, ну, приводили к тому, что она звала скорую, падала в омарок, да, вот, и вот вся её жизнь вот и состояла из таких вот сюжетов, да, то есть, по любому поводу, ну, чаще всего таким поводом, были личные отношения, неурядицы в них, да, то есть, вот, в принципе, там, подпорвалась с парнем, вот такой вот сильный, у неё, скажем, прыжок, да, эмоций вниз, и это самое, она очень расстроена, и обморок. Кстати, помогало, парень мог в таком случае и не уйти, да, то есть, это и был способ манипулировать. Ну, понятно, что через какое-то время он начал догадываться, да, у неё смутные сомнения начали возникать, а вот не делает ли она это специально, по-настоящему ли она там это всё переживает. Ну, кстати, подтверждаю, что так вот она по-настоящему переживала, но тем не менее мысли, естественно, могли возникнуть, и у них какая-то своя такая семьяшная, да, какая-то глубинная интуитивная правда была. Ну, и вот, в принципе, опять же, да, если говорить о том, что мама боялась, у неё была причина, это культурное ограничение, да, у нас, в принципе, проявляет свободно, даже несмотря на сексуальную революцию, сексуальное желание, да, то с одним парнем, то с другим, а не дай бог с несколькими сразу, то это, конечно, уже получишь такое название, да, маркировку такую, нехорошими словами, и будет тебе сложно выйти замуж. Хотя, кстати, не факт. Вот очень не факт, что сложно будет выйти замуж. Да, и не факт, что всем мужчинам это точно неприемлемо и не нравится. Это вот, как бы, отдельная тема разговора. Но, что лучше, жить полноценной сексуальной жизнью, позволять себе, да, ну, такие проявления, или всё время проводить в больнице? Наверное, кажется, мне так показалось, и первый шаг в терапии, который мы сделали, это как бы сняли этот запрет, да, лучше всё-таки жить и получать удовольствие от секса, да, пусть нарушая какие-то, возможно, вот эти, да, культурно-социальные рамки, это самое, чем всё время болеть и мучиться, да, вот такое. Вот это одно из нарушений магнита. Кстати, сексуальность сама по себе, вот мужская и женская, это очень сильный такой притягивающий к нам, да, и нас элемент. Ну, это часть вот одного из инстинктов. Мы притягиваемся сами, да, вот к людям, которые сексуально привлекательны, ну, и сами, если мы и позволили себе быть, я подчёркиваю, потому что я считаю, что мы все сексуально привлекательны, если мы позволили себе быть сексуально привлекательны, то и мы привлекаем себе партнёров, людей. И хочу ещё сказать, что в том числе и тех, с кем мы не будем вступать в какие-то, ну, близкие, в буквальном смысле, сексуальные контакты, да. Мы можем понравиться покупателю, если мы продавец. Он придёт, и ему будет приятно с нами поговорить, и мы, да, вот, просто продадим товар, а ему просто будет приятно общение, он придёт там с хорошим настроением. Правильно? То есть, если понять сексуальность шире, то она, в принципе, очень многими во многом может помочь и не обязательно должна приводить к буквальному, да, сексуальному контакту. Ну, очарование вот этого, да, вот, инстинкта, оно велико. Другие инстинкты тоже притягательны, да, вот инстинкт, поэтому старный инстинкт тоже обладает своей очень мощной силой. И тоже, если мы в себе позволим его проявлять, ну, опять же, в социально приемлемых формах, то он, в принципе, принесёт в нашу жизнь благополучие и выдачу. И, по сути, психотерапия в конце девятнадцатого, начале двадцатого века, начиная с Фрейда, да, вот там основатель всё-таки этого направления, человеческой деятельности, она и началась с того, чтобы исправить ту ситуацию, когда вот эти вот инстинкты, они были деформированы, да, вот дать им какую-то вот возможность проявляться в социально приемлемой форме, и тогда у человека, и проходили расстройства, ну, и менялась жизнь к лучшему, в том числе появлялась реализация та, которая была изначально предназначена. Вот это то, что я хотел сказать о энергетической стороне вот этого разделения «я» и внешний мир. в мо orient 자주 показывая, сколькоジё voла была дальнейшая красотерапия. В зацепетт Sluстав А. Продолжение следует...